Шевкетби, к сожалению, для меня каждый год в информационном плане начинается с какого-то такого печального и недопустимого дежавю. Эта ситуация наблюдается уже третий год подряд, и третий год подряд вроде бы деньги в бюджет закладывают, чтение бюджета проходит нормально, мы знаем, что на телеканал деньги заложены. Но когда дело доходит до исполнения бюджета и до беспосредственного получения каналом денег для своей деятельности, для своего функционирования, возникают вот такие проблемы. Это, конечно же, недопустимо. Это не просто жаль, это то, что подрывает нашу деятельность, дискредитирует, уничтожает дух людей, которые находятся в Крыму, для которых телеканал АТР – это такой мозг не только информационный, но и духовный. Потому что это не просто информация, это связь, это и настроение, и эмоции, и информация обо всем том, что происходит. Поэтому это, конечно же, недопустимо. Я уже несколько дней слежу за вашими эфирами, заверениями со стороны действующих чиновников и представителей законодательной власти о том, что эта ситуация должна быть решена. И считаю, что она в ближайшее время должна быть рассмотрена и приведена к какому-то четкому, понятному механизму. Не может год начинаться с того, что АТР объявляет компанию «Спасите АТР» и в спешном режиме, в пожарном режиме находятся какие-то инструменты, механизмы, причем, как оказывается, они одноразовые для того, чтобы канал работал. Их нужно действительно выписать четко, принять, закрепить в законодательстве и дать возможность журналистам, руководству телеканала сосредоточиться непосредственно на их профессиональных обязанностях, а не на тех вопросах, которые отвлекают, не на таких вот печальных финансовых вопросах. Гайна Ханум, с чем вы связываете эту ситуацию? Можно ли это списать на непрофессионализм, на дилетантство, или же все же это такая целенаправленная политика, которая идет? Вы знаете, Гульсун Ханум, я бы это связала с отсутствием системности в крымской политике. Вот та бессистемность, та, может быть, какая-то одномоментность, да, которая наблюдалась в последнее время на протяжении оккупации, я имею в виду начало оккупации, последние 7 лет ее, вот, они все-таки по большому счету характеризовались определенной бессистемностью. И вот это последствия вот этой вот такой бессистемной политики и бессистемного подхода. Когда бы был один, единый, четкий механизм понимания распределения функциональных обязанностей, ответственности, ролей, понимания того, как работают те или иные механизмы, связанные в том числе и с государственным бюджетом. Когда это будет, тогда вот таких вопросов не будет возникать. Я не думаю, что речь идет о целенаправленном уничтожении канала. Все-таки из тех контактов, которые мы имели, мы видим понимание и осознание того, что канал нужно сохранить, и он должен продолжать свою работу. Я имею в виду настроение украинского политика. Но вот сам инструментарий и выполнение вот этого подхода, его нет. Чтобы он был, ему нужно сесть, один раз прописать, закрепить законодательство и больше не возвращаться к этому вопросу. Можно сколько угодно говорить о том, что мы поддерживаем первый крымско-татарский телеканал АТР, мы поддерживаем крымско-татарский народ. Я даже крымский татарин говорил, один из президентов Украины. Но при этом слова расходятся с действиями. Если посмотреть на телеканал АТР, снова нас ставят в такое положение и выставляют заведомо невыполнимые условия. Минус один миллион это уже не хватает, если говорить о 50 миллионах, а сейчас их пытаются распределить между другими 14 вещателями. Это только ситуация с телеканалом АТР. А если взять все другие крымско-татарские вопросы, которые тоже по сегодняшний день не получили никакого позитивного отклика. Это и вопрос о законе о коренных народах. Это и вопрос о внесении изменений в конституцию Украины в части крымско-татарской национально-территориальной автономии. Это вопрос о топонимике. Это вопрос об упразднении уполномоченного президента по делам крымско-татарского народа. Это вопрос об указе Мили Меджисос, который был разработан с представительством президента в автономной республике Крым, о взаимодействии с Меджлисом. Можно долго перечислять это все? Почему так происходит? Почему такое отношение именно по крымско-татарским вопросам? Что это, если не дискриминация крымско-татарского народа? Вы абсолютно правильно называете все эти болевые вопросы, которые не решены на данный момент. И здесь говорить о том, что мы, собственно говоря, эту позицию и озвучивали, и держали. Говорили о том, что вопросы, которые накопились в отношении крымских татар, они не решаются, не рассмотрены. Они находятся в таком подвиженном состоянии. Есть какое-то взаимодействие по определенным сферам, но решение вопросов, связанное именно с крымско-татарским вопросом, а вот из тех озвученных документов и еще из многих других позиций их нет. Я все-таки бы, слово дискриминация или можно и дальше идти, и думать о геноциде, я бы все-таки не использовала. Я думаю, что это отсутствие системной политики. В последнее время в Межрисе говорят, озвучивают ту проблему о том, что мы находимся в определенном, скажем так, тупике во взаимоотношениях с властью, потому что обещания озвучены, они озвучивались 18 марта, они после были озвучены, но конкретных решений и выхода пока нет. Я всегда говорила о своей позиции, говорила о том, что в этом вопросе, вообще в решении этих вопросов, нам нужно действовать более целенаправленно и более открыто. Мы должны уже говорить об этом публично. Не принимаются два закона, не принимаются изменения в Конституцию, действительно, не подписан указ о взаимодействии с Межрисом крымско-татарского народа со стороны администрации президента и так далее, и так далее. Плюс к этому, всему, на начало года мы получили проблему с АТР. Об этих проблемах нужно говорить более открыто и, возможно, возвращаться к определенным принципам деятельности, которые были закладывали, заложены в национальном движении. А что это за принципы? Ну, вы знаете, принципы публичного оповещения, сосредоточения внимания на проблеме, обращения к тем силам, которые нас поддерживают, но уже более системно. Вот. Я думаю, что чем больше мы будем молчать, тем больше будет проблем накапливаться. Мы их будем... Ну, я все-таки надеюсь, что ситуация с АТР разрешится, потому что в прошлом году она тоже была достаточно критическая, потом выход из проблемы нашли. Но другие вопросы не решены. Вот. Поэтому здесь нужны более такие открытые, на мой взгляд, публичные методы работы и обращение к руководству Украины и к тем силам политическим, которые нас поддерживают. Гаяна Ханум, хотел спросить, как члена Меджелиса, как крымской татарки, Гульсум прошлась по всем этим пунктам нерешенных вопросов. Есть ли у вас надежда, что при нынешней власти эти вопросы, которые Гульсум озвучила, и по автономии, и по изменениям законодательства, принятия законов о коренных народах, что-то будет сделано? Или опять, уже два года президентства Зеленского, Верховной Рады, еще осталось три года, поэтому есть ли надежда, что за эти три года какие-то изменения в позитивную сторону в решениях вопроса крымских татар стоит ожидать или не стоит? Шевкетби, надежда умирает последней, надежду никогда нельзя терять. Вы знаете, что потеря надежды, даже согласно нашим религиозным канонам, является очень большим недостатком. И не стоит терять надежду. То есть надежда есть, но есть четкое и, скажем так, холодное понимание происходящей ситуации. Я еще в прошлом году, в конце прошлого года говорила о том, что при нынешнем созыве Верховной Рады, на мой взгляд, изменения в Конституцию проведены не будут. Вот именно изменения в Конституции. Есть еще определенная, скажем так, надежда, положительная надежда в плане принятия закона, закона о коренных народах, потому что здесь и можно даже о статусе крымско-татарского народа, потому что здесь не стоит уже ждать инициативы президента, должны инициировать депутаты и депутаты, которые нас поддерживают. Но по изменениям в Конституции, я считаю, что, на мой взгляд, вот при нынешнем составе Верховной Рады, при нынешней власти эти изменения проведены не будут.